Так умирает любовь, да и чё ты с ней, ты хотел мою зиму, на, мёрзни! Кхм-кхм, угу, щас. Эй, всем салют, вы на канале Лыба с Краса. В одном из прошлых роликов мы разобрали творчество Dramatics, принимавшее участие на проекте песни ТНТ. Сегодня мы вновь вернёмся к их участникам, PLC, он же Сергей Трущёв. Музыкант, битмейкер, рэпер, участник песен на ТНТ и основатель батл-проекта «Слово». В этом ролике вы поймёте, за что я люблю этого парня и почему он является одним из лучших рэперов в России. За долгое время его творчества он успел выпустить огромное количество материала, лирика, попсовые хиты и трушный рэпчик. И уже за 15 лет его рэп-карьеры чувствуется, что Сабж буквально живёт музыкой и не собирается останавливаться. Обо всём этом вы услышите прямо сейчас. А перед началом ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под видео. К новому году я был бы очень рад увидеть на своём канале 50 тысяч самой топовой рэп-аудитории. А тем временем вы на канале Think About It. Погнали! А перед началом ролика я хочу напомнить, что генеральным спонсором моего канала является компания 1xBet. Высочайшие кэфы, самые быстрые выплаты и самый надёжный букмекер. Регистрируйся по ссылке в описании с моим промокодом BATTLE и получи возможность выхватить бонус до 6500 рублей при первом депозите. Киберспорт, футбол, волейбол и множество других прекрасных дисциплин. Сам ставь и сам зарабатывай прямо по ссылке в описании. Итак, многие зрители моего канала, наверное, думают, что карьера рэпера у Сергея началась с момента создания проекта Слова. Но на самом деле талант зародился намного раньше. Ещё в 2003 году исполнитель вступил в группу «Альманах», где я был как МС, так и битмарём. На просторах интернета я нашёл трек «Сталкер» с некой Алисой. И, скорее всего, это и есть ваш покорный слуга. Группа часто попадала во всякие южные рэп-сборники, а наиболее известным оказался «Краснодар One». Там, кстати, можно найти и трек группы «Мэри Джейн», в которой на то время состоял Антон Хайт. Ко второй половине 2005 года группа распалась, поэтому Сергей начал сольное творчество под псевдонимом «Playacritical». Сотрудничество с южными друзьями доходит до совместного участия в онлайн-баттлах и образования творческого объединения «Биг Мьюзик». В 2008 году они занимают первое место в командном баттле «Хип-хоп.ру» в составе команды «Тру», куда входил также и ранее упомянутый «Хайт». Затем в 2010 году в сети появляется микстейп «Плей-офф Вол 1». На фитах вы можете услышать «Негатива», «Хайда» и других хороших МС. «Негатива» Затем Трущев понимает, что никнейм «Playacritical» звучит чересчур сложно и упрощает его до своего нынешнего имени PLC. Затем в 2012 году совместно с Антоном Хайдом создается проект «Слово». Большую часть информации вы можете услышать в том самом баттле «Оксимирона против Гнойного». С 2008 года следил за «King of the Dot» и о том «Хайду» сказал «На проводе Краснодар, мы скайпили три часа, как надо правильно встать, и мы оба болели этим. Собственно, вот и вся история, как в инете такой проект родился. Я стоял у истоков слова». Хайт просто предложил PLC попробовать организовать такую движуху в России, а Серега согласился. По словам Сергея, в Краснодаре было много талантливых рэперов, но с друг другом они, увы, не взаимодействовали. И лучшим решением на тот момент было создание проекта «Слово». За основу была взята площадка Don't Flop в Великобритании, но на тот момент в России никто совсем не понимал, как это будет выглядеть. Сначала организаторы провели экспериментальную встречу, дабы показать, что нужно делать. Два абсолютно никому неизвестных исполнителя поливают друг друга говном, а после жмут руки. После этого проект начал набирать обороты, начали открываться филиалы по всей стране, и об оффлайнах на тот момент знали уже все. Проект посещали разные популярные исполнители и даже принимали участие в баттлах. Однако, в отличие от Versus, а на слово вход был доступен для всех. Любой ноунейм мог показать, что он может и получить свою первую аудиторию. И система работает исправно до сих пор. Взять, к примеру, PMO 1347, DeepXense и других. Тем временем, Сабш выпускает пластинку «Воздух». Подготовка к выпуску альбома шла несколько лет, и результат оправдал ожидания. В этом релизе Серёга собрал весь свой жизненный опыт, накопленный за годы написания альбома. Во всех песнях он читает о том, чем, так сказать, дышал все эти пять лет. Лёгкий, но осмысленный, мотивирующий, но простой. Пара брошенных слов на ветер. Могу стать выстрелом или полетом птицы в небе. Каждый стеланный шаг на месте. Может положить начало или стать последним. И хочу сказать, что уже там PLC показывает всю свою любовь к экспериментам. Рок-н-ролльные мотивы, автотюн, лирика и треки, демонстрирующие Южный Аскал. Следующей главой в жизни рэпера можно назвать уход с проекта слова и конфликты со словом СПБ и 1347. На фоне удавшегося второго сезона Санкт-Петербурга, шестой сезон Краснодара выглядел уж очень ужасно. Питер захотел независимости, а тогдашний организатор слова СПБ Дэн Чейни требовал батл с Хайдом. И я думаю, всё об этом конфликте вы уже знаете. Я не раз в своих видео говорил об этой ситуации. Вслед за этим красовские орги решили не звать Руслана 1347 на ежегодный лонгмикс зима. До этого Руся опоздал на финал последнего сезона слова Краснодар, а позже не явился на дружеский батл с Хайдом. И тут вмешаться в конфликт решил уважаемый краснодарский рэпер Сет. В его интервью я узнал, что он просто решил создать постановочный конфликт и предложил Руси написать дисс на южных оргов. Ну клип и песня «Дисс, дисс на слово». Ты помнишь это? Да, 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 да. Это же я придумал. Ты придумал? Ну да, да. Я смотрю, что 1347, он любимчик публики. Они, ну организаторы на него как бы гонят. Я говорю, Русик, давай сделаем, напиши, короче, дисс на этих чуваков, на слово, на Антона и на ПЛС, а я сниму тебе клип. И началось. Миллионы людей начали петь дифирамбы любимчику публики и поливать говном ПЛС и Хайда. Кстати, нет, Big Music, ни петухи не так не сильно сразу, там лишь двое охуевших меркантильных. Стоит еще сказать то, что на предложение Сета о создании этого бутафорского конфликта ПЛС ответил резко отрицательно. И в итоге все это вылилось в реальную войну. Начались звонки и угрозы. Руслан извинился, а Сет воспринял это как предательство. Он испугался и на камеру записал, что это все. Ребята, извините, пожалуйста. Однажды на улице между Сетом и 13.47 даже возникла драка. Руся просто слился с конфликта, в который вязался по глупости. В итоге все разрешилось само собой на батле и после него. И на этом же Фесте прошел батл между Хайдом и Чейни. Окончательно отделивший питерский филиал от основного проекта. Затем Хайд и ПЛС провели откровенно провальный и позорный сезон слова «Юг». Попытались реанимировать проект перезапуском, назвав это слово «2.0». Но в итоге осознали, что их представления о батл-рэпе застряли в далеком 2012 году. Оба организатора передали бразды правления Джонни Квиду и покинули проект слова. Затем Сергей вновь начал активно заниматься сольным творчеством. Изначально концепция альбома «Восход» заключалась в скованности людей рамками. Любой человек на протяжении всей своей жизни следует выдуманным границам, которым его приучило его окружение, общество и семья. А название «Восход» отсылает нас к уходу от этих рамок и вследствие процветанию, взлёту и восходу над всем этим. Однако в период работы над релизом у ПЛС происходит трудная жизненная ситуация в личной жизни. Жена изменяет ему с лучшим другом. И, несомненно, мысли и переживания главного героя до развода и после легко прослеживаются в песнях. И в 2017 году пластинка выходит на свет. Меняется не только общий посыл песен, но и звучание, стиль и манера исполнения. В каждом треке вы можете услышать большое количество строк, описывающих будни рэпера. Это не просто сборник треков, а одна большая работа, связанная общим эмоциональным посылом. Меня ненавидело прошлое, меня не поверило завтра, во мне так мало хорошего. Объясняли мне в школе за партой, мои убеждения ложные, наивно всё, что считал правдой. В итоге всё продал задёшево, и будто очнулся внезапно. В 2018 году артист решается поучаствовать в шоу-песне на ТНТ. Он без проблем проходит отбор и попадает в команду Тимати. За всё время участия в шоу-песне Сергей не только отточил свой и без того топовый стиль, но и значительно расширил свою фан-базу. Но, несмотря на любовь публики, исполнитель вылетает в полуфинале. В ответ на это поклонники начали поддерживать рэпера и ополчились с хейтом на Тимати. Сергей же не особо расстроился. Не ему учить Тимура, как вести бизнес. Blackstar уже давно позиционирует себя как исключительно коммерческий проект, поэтому нахождение там такого интересного исполнителя, как PLC, было скорее исключением из правил. Да и Сергею не особо было нужно приглашение на лейбл. У него были свои друзья из Big Music, и этого ему хватало. К тому же на проекте он познакомился с кучей талантливых людей. Среди них вы можете знать Максима Свободу, Артёма Мчиславского и Настику. А перед продолжением ролика я хочу порекомендовать вам моего дизайнера Дому Райдера, который как раз таки сделал обложку для этого видео. Ссылка в описании. И вот в 2019 году у него вновь выходит третий сольный альбом «Чёрный флаг». Согласно аннотации, эта пластинка фрагментами открывает нам дверь в его собственную мрачную кинематографическую вселенную. Аутентичный мир то ли грязных подворотен, то ли дорогих клубов. Где-то в коридорах отелей бесконечного тура между Краснодаром и Москвой засасывает слушателя, моментально погружая его в густую и вязкую реальность внутреннего мира артиста. И воплотилось это в восьми песнях. Во многих из них исполнитель уже далеко отошёл от рэпа, но это как никогда лучше показывает всю его разноплановость. Классический рэпчик, песня о любви, хороший флоу и просто топовое звучание. Сразу после этого он запустил тур под «Чёрным флагом» по всей России. И помимо всей этой информации, об этом персонаже можно многое сказать. Он судил версус, дал дорогу многим краснодарским рэперам из своей тусовки. Но здесь я хотел рассмотреть его больше как творца. В отличие от многих певцов-однодневок, PLC никогда не ждёт конкретного фидбэка от аудитории. Он просто выкладывается на полную и получает тот результат, который заслужил. Ведь он просто делает песни, потому что не может не заниматься этим. А остальное, по его словам, просто бонусы. А на этом всё. Если вам понравился ролик или вас заинтересовал данный исполнитель, то ставьте лайки под видео, так ещё больше людей узнают о нём. Вы были на канале СНКБАУТЭТ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok